Подпишитесь на наши уртуб-каналы и соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 7 декабря. Среда. Церковь молитвенно чтит память великомученицы Екатерины. В эфире «Утро на Спасе». С Богом, друзья, в новый день. Сильный иммунитет. Как подготовить свой организм к долгим холодным месяцам? Как неожиданная поездка на остров Залит к старцу Николаю Гурьянову изменила жизнь эстрадного исполнителя Виктора Дзанцолова? Чем уникальна Евангелие от Марка и какие загадки оно нам преподносит? Монастырь, который находится в скале на высоте 900 метров над уровнем моря. Почему он является одной из самых почитаемых святынь в Черногории? Можно ли полюбить мужчину и понять, что это тот человек, с которым хочется пройти по жизни рука в руку, не имея возможности его увидеть? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Христиане – соль земли, потому вступающие в общение с ними обновляются духом внетления, говорил святитель Василий Великий. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Так давайте же начнем это утро со слов Святого Евангелия. И отрывки из 18 главы Евангелия от Луки прочтем вместе с актрисой Еленой Захаровой. «Приносили к нему и младенца, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таков есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможные человеком возможны Богу». Петр же сказал, «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Он сказал им, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестру, или жену, или детей для Царствия Божие, и не получил бы гораздо более всее время и век будущей жизни вечной». У нас в храме, когда приходят люди, удивляются. Стоит маленький такой аналой, вот для нас, взрослых, очень низкий, и такой же маленький подсвечник. О, да, я видела иногда, вижу в храмах такое, это очень умерительное. Да, это специально для, место такое для детей. И там стоит как раз икона, которая у нас сейчас на видеоволе, где Христос благословляет детишек. Очень такой трогательный момент из Евангелия. Объяснимое поведение взрослых, которые обычно очень нервничают, что дети как-то себя ведут неправильно, не так, неуместно. И вот апостолы, когда пришли эти дети, ну, когда приходят дети, это всегда такое коголтня, ну, как будто на вас там высыпали кучу пистенцов, каких-то цыплят, да, там, вот они сразу начинают колготать, кричать. И не потому, что они плохие. Вот некоторые думают, дети, они там как-то себя ведут вот так вот, потому что они там невоспитанные или еще что-то. А они просто дети. У них совершенно другое понятие в жизни. Они вот как-то видят этот мир по-разному. Это не отменяет того, что их нужно воспитывать, но это говорит о том, что ребенок, вот, например, если он смеется, то он смеется искренне. Это мы уже, взрослые, там, знаем. Вот здесь надо смеяться, тут мы, ха-ха-ха, посмеялись. Неудачные шутки начальника, ну, чтобы не обидеть. А тут мы, наоборот, сделали грустную, значит, мину, хотя у нас в душе совершенно другие чувства. Мы уже учимся этому профессиональному лицемерию. А дети нет. Они такие искренние ребята. И вот они пришли такой толпой, там, видимо, начали шуметь, апостолы, там, начали шипеть таких, кричать, прогонять начали. Христос запретил, сказал, не мешайте детям приходить ко мне. Таких есть Царство Небесное. Почему? Они еще не научены лицемерию. То, что мы освоили в совершенстве, им, слава Богу, еще недоступно. И поэтому вот у меня у детей обычно многие вещи написаны, ну, просто вообще на лице 100%. Они там что-то еще пытаются, что-то хитрить, юлить, там, ну, в итоге все видно. И, конечно, от этой непосредственности я иногда радуюсь. Мне иногда, знаете, дети, понятное дело, что... Вы учитесь у своих детей? Безусловно. Вот этому, этой непосредственности, этой наивности какой-то, незлобию? Мне иногда просто доставляет вот неимоверное удовольствие что-то там. Вот мы вместе ездили недавно в аквапарк, или там вот какой-то подарок, или какое-то новое место. И они так этому радуются. Вот я просто вспоминаю, как я раньше этому радовался. Я-то сейчас думаю, так, вот мы приехали в аквапарк, но это же нужно вот здесь заплатить, так, нужно тут парковка, нужно сюда. Ну, то есть вот взрослые. А ребенку просто радуются. И вот ты смотришь на них и думаешь, вот действительно, таковых есть Царство Небесное. Как хочется тоже вот такой непосредственности обратно себе вернуть. Вот эти слои, знаете, как в капусте, да, вот это изгнивших листьев. Лепни нужно ее снять постепенно и дойти до чего-то свежего и вкусного. Спасибо большое, отец Николай, за это утреннее пожелание нам всем. А мы продолжаем нашу программу небольшим сюжетом. Как неожиданная поездка на остров Зарит к старцу Николая Гурьянова изменила жизнь эстрадного исполнителя Виктора Дзансолова? Кому с тех пор он посвящает свое творчество, узнаем мы сюжеты Александра Михайловской. Жизнь – короткая штука, и хочется ее прожить по-человечески и создать что-то большое, настоящее, значимое. Но если высокопарно говорить, ну, Богу послужить. Профессиональный музыкант, композитор, звукорежиссер и поэт Виктор Дзансолов. В свое время мужчина преподавал классическую гитару, пел на клиросе, работал в различных музыкальных коллективах и был ведущим известных концертных программ рок-музыки. 250 областей краев тогдашнего СССР я проехал с программами полностью. То есть это все союзные республики, все областные краевые центры. В моей программе обычно выступали Браво, Гузаровы, Константин Никольский, тяжелые группы, Анатолий Алешин, с которым мы вместе учились в музыкальном училище. После окончания этой деятельности, по словам Виктора Назировича, он вместе с друзьями начал ездить выступать в Швейцарию. В Швейцарии очень было интересно выступать, потому что там различные подмостки театральные, кафе, ресторанчики и улицы. Вот на берегу Женевского озера, прекрасно, мы собирали толпы колоссальные. Нас даже щупали. Можно вас пощупать, потрогать, неужели вы русские? Два франка кидали, вот так вот. И вот в очередную поездку я должен был поехать в Швейцарию, это уже должна была быть седьмая поездка. Но по пути так получилось, я попал на остров Залит к старцу Николаю Гурьянову. Случилось это осенью 1997 года. По воспоминаниям мужчины, старец тогда почти ни с кем не общался отдельно. Людей было слишком много. Но Виктор не растерялся. После того, как народ начал постепенно разъезжаться, он уже один вернулся к домику протоиерея Николая Гурьянова. А он как раз собачек кормил. Он вышел на приступки своего домика малюсенького. И вот я на него поглядел, у меня слеза прошибла. И в профиль я смотрю на него Николай Угодник. Ну просто живая икона. Он меня увидал. Ну что, говорит, ты здесь стоишь, иди сюда. Дай я тебя обниму. Он меня обнял. И мы много о чем поговорили. Ну я не стану это выносить на всеобщее. Это такое интимное дело. Но в числе прочего он благословил музыку. Виктор решил посвятить свою жизнь чему-то большому. Ему не хотелось просто зарабатывать деньги, играя легкую эстрадную музыку. И здесь помогла за границей. Там мужчина встретил немало творческих людей. Я обратился к творчеству поэтов русской эмиграции первой волны и положил на музыку стихи почти всех поэтов, значимых, крупных таких. Георгий Иванов, Владислав Ходосевич, это белые офицеры, Булыгин, Иван Савин, Николай Туроверов. Я был первопроходец. И, кстати, судя по всему, я первый был, кто положил на музыку его стихи. Я был директором аудио-студии с 2000 года, где-то по 2012 в Красном селе, где настоятель протеерия Артемия Владимирова. То есть я писал все эти записи. Подавляющее число того, что есть сейчас в православных лавках, сделано моими руками. Семья Виктора Дзансолова тоже музыкальная. Жена когда-то была регионом в храме. И дочь пошла по отцовским стопам. Насколько я знаю, вы с дочерью выступаете дуэтом. Расскажите, пожалуйста, об этом. Я работал с гитарой один. Довольно унылое дело, потому что у меня музыка не бардовая такая. Музыкальный язык достаточно богатый. Требовала аранжировки, а музыкантов не было. А дочь же у меня скрипачка. Она закончила как раз институт по классу скрипки. И вот я ей говорю, давай вместе. 11-й год – это тот год, когда мы стали плотно выступать. Но и до того у нас были совместные выступления. То есть когда я была маленькая совсем, я выходила на сцену. И подпевала уже на голоса. И даже втроем мы с мамой выходили на сцену. В квартире у Виктора Назировича настоящая коллекция инструментов. У каждого своя история. Это все инструменты, на которых я играю. В основном на студии. Ну, кроме скрипки. Виктор, а какой из этих инструментов ваш любимый? Вот раньше я молодой был. Я играл классическую музыку индии. Очень любил ситар. Последние годы я его практически не беру в руки. Если только нужно партию сыграть на запись, на трек. Очень я люблю ирландские бузуки. Недавно приобрел. Вот он. Очень красивый инструмент. Шестиструнный бас у меня замечательный. Да я их все люблю. Александра Михайловская, Сергей Чернобаев, Борис Сафронов. Телеканал «Спас». Алексею Нестерову 21 год. Он сирота и житель дома слепоглухих в Пучково. После выпуска из детского дома для слепоглухих инвалидов Лёше некуда было идти. Жить один он не может, а ухаживать за ним и вовсе некому. Его уже хотели отправить в интернат, где Лёша одиноко и грустно доживал бы жизнь. Но Лёшу спасли и приютили в благотворительном доме слепоглухих рядом с Москвой в деревне Пучково. Дом слепоглухих работает при церкви. Его создали неравнодушные люди. Сейчас здесь живут 22 инвалида. За ними ухаживают, окружают заботой и любовью, обучают навыкам для самостоятельной жизни. Сейчас пожертвования сильно упали. Инвалиды находятся под угрозой. Многим просто некуда идти. Чтобы помочь дому слепоглухих, отправьте сообщение на номер 3434 со словом «Вижу» и укажите любую сумму пожертвований. Например, «Вижу» пробел 100. Пришло время нашей ежедневной рубрики «Новомученик дня». Давайте же узнаем о ещё одном святом, положившем свою жизнь за веру в Бога. В начале октября 1937 года глава сельсовета предупредил священника Михаила Богородицкого о грядущем аресте. Батюшка отказался оставлять прихожан. Понимая, что на свободе он останется недолго, отец Михаил начал служить ежедневно. Через месяц его арестовали, а ещё через месяц расстреляли по приговору пресловутой тройки НКВД. Имя – Михаил Трофимович Богородицкий. Год рождения – 1872. Место рождения – село Студенецкие выселки Липецкого уезда Тамбовской губернии. Образование – Тамбовская духовная семинария. Должность – настоятель храма во имя архистратига Михаила – села Беломестная двойня Тамбовской области. Обвиняется в систематическом проведении контрреволюционной агитации, дискредитации вождя ВКПБ и разжигании религиозного фанатизма. Приговорён к расстрелу. Причувствуя скорую смерть, протеерей Михаил Богородицкий поехал в город Мичуринск, где жила его семья. Матушке он починил печь. Благо, этому он научился в лагере за время предыдущей отсидки. Взял тёплые вещи. Прощаясь, священник ничего не сказал о предстоящем аресте, но она чутким сердцем поняла, что видит мужа последний раз. Священник вернулся в Михайловский храм и стал ждать сотрудников НКВД. Отец Михаил знал, что односельчан, которых он призывал отстоять церковь от закрытия, уже допрашивали. Они же будут свидетельствовать о том, что эти призывы действительно звучали, но никакой контрреволюционный призыв при этом не был к свержению власти или к чему-то, какому-то неприятию советской власти. И он оставляет письмо для неё и для детей, которые мы сегодня знаем как духовное завещание. Когда я умру, прошу вас похоронить меня по-христиански. Отслужите сорока уст. Подавайте милостыню за мою душу многогрешную. Милостыня, как говорит Слово Божие, от смерти избавляет и покрывает множество грехов. Подавайте просфоры за упокой моей души. При великая польза душам, когда частица, вынутая из просфоры, погружается во святую чашу. Прошу вас, детки и внучатки, будьте усердны к молитве. Никогда не забывайте Господа, Творца нашего. Спасайтесь, смерть у каждого из нас за плечами стоит. И как только начинаются первые серьёзные церковные конения, в 1922 году, когда мы с вами знаем было изъятие церковных ценностей, он первый раз привлекается, попадает в поле зрения правоохранительных органов. Обновленцы, которые тогда уже приходят в силу, вот живая церковь, приходят к его матушке и просят, чтобы он, она его убедила, уговорила, чтобы он перешёл к ним. И тогда он может служить в любом храме и будет сразу отпущен. Матушка, конечно же, желала освобождения из тюрьмы скорейшего, но она понимала, что он не сможет пойти на эти уговоры. Отца Михаила вскоре освободили за недостатком улик, но гонения на священника не прекратились. Власти облагали его семью всё большими налогами и в результате дом и всё их имущество конфисковали. За бескомпромиссное противостояние обновленческому движению в 1927 году священника Михаила Богородицкого арестовали повторно. Но улик и в тот раз оказалось недостаточно. Его снова отпустили на свободу. В третий раз он оказывается привлечённым и уже оказывается в тюрьме в 1930 году, когда уже несколько человек свидетельствуют его прихожан о том, что он говорил о том, как тяжело ему живётся. Он, соответственно, получает пять лет, которые в новосибирских лагерях и отсидел. Вернулся он из этого первого своего заключения уже больным с инвалидностью второй группы. Будущий священномученик от рождения отличался завидным здоровьем. Это очень помогало ему в крестьянском труде. Ведь в семье церковного служащего Трофима Ивановича было 13 ребятишек. Пятеро сыновей посвятили себя служению Господу. Один из них – Михаил. В 25-летнем возрасте он оканчивает духовный семинарий в городе Тамбова. И, будучи сыном псаломщика, не имея места служения, ещё не женившись, некоторое время преподает. В следующем году он женится и женится на дочери Козловского, теперь это город Мичуринск, священника, настоятеля храма всех скорбящих радости, и приходит к лирикам в этот храм. Сан Иерея отец Михаил был рукоположен епископом Тамбовским и Шацким Александром Богдановым и определён в храм иконы Божией Матери всех скорбящих радость города Козлова. Как довольно часто происходило в русской церкви, после ухода на покой тестя священник принял настоятельство скорбященского храма. Помимо служения в церкви, батюшка преподавал закон Божий в Козловской женской гимназии. Он запомнился жителям очень отзывчивым сердцем, очень внимательным отношением к людям, прежде всего к бедным, прежде всего к неграмотным ребятишкам. Он писал прошения, он устраивал их на учёбу, он помогал им, он привлечал их в своём доме. Батюшка часто приглашал бездомных ребятишек на домашнюю трапезу, хотя большая семья будущего священномучника жила очень скромно. Все силы отец Михаил отдавал служению Богу и своей многочисленной пастве, за что снискал огромное уважение и горячую любовь прихожан. Из спокойной, благочестивой жизни батюшку вырвал с корнем революционный переворот. Господь, как и многим в то время, уготовил ему мученический венец. Имена гонителей стёрты течением истории, а имена гонимых сияют в вечности. Правда остаётся незыблемой, а ложь, клевета и доносы тленны. В 1961 году дело в отношении протеерея Михаила Богородицкого прекратились за недоказанностью обвинения. В декабре 2004 года его причислили к лику святых новомучеников российских. Знаете ли вы, чем уникальны Евангелие от Марка и какие загадки оно нам преподносит? Ищите ответы в нашем следующем сюжете. Первая загадка Евангелия от Марка связана с личностью его автора. Церковное предание называет Марка апостолом от 70. Их Господь избрал после своего преображения, но Марк в число этих людей, возможно, не входил. Так почему же евангелиста Марка всё же называют апостолом? Апостолы были людьми, несшими в мир благовестия Христе. Марк неоднократно сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, а также путешествовал с апостолом Петром. Александрийская церковь почитает апостола Марка своим основателем. Поэтому, даже если тот формально не входил в число 70 учеников, знакомых с Господом во время его земной жизни, право называться апостолом он точно заслужил. Евангелие Марка стоит вторым по счёту в сборнике четырёх Евангелий. Традиционно считается, что написано оно было после Евангелия от Матфея, но существует и гипотеза о том, что Евангелие от Марка было на самом деле написано первым. Это мнение когда-то приобрело популярность по причинам прежде всего мировоззренческим. Марк опускает в своём повествовании многие моменты, требующие веры и смущавшие, не готовые к принятию вести о чудесах Господа разум. Здесь почти нет догматических утверждений, которых, например, множество в Евангелии от Иоанна. Одним из самых известных защитников теории первенства Евангелия от Марка является протестантский библеист XIX века Генрих Юлиус Гольцман. Он предположил, что Матфея и Лука взяли довольно лаконичный текст Марка за основу, отредактировав его и дополнив с помощью мифологического, не дошедшего до нас первоисточника. Эта версия является сомнительной, так как неясно, как могла церковь, столь бережно хранившая все записи и свидетельства о Христе, потерять такой важный документ. Но самое главное, что до сих пор не было обнаружено никаких иных письменных источников о жизни Христа, помимо Евангелий. А без них версия о первенстве труда апостола Марка несостоятельна. О слишком многом автор умалчивает по сравнению с другими евангелистами. Но самой главной загадкой Евангелия от Марка является его концовка. Говорят, что сам апостол Марк и ее не писал. Существует гипотеза, что евангелист поставил точку на словах об испуганных женах-мироносицах. И выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. В этой версии отсутствует традиционная концовка – рассказ о вознесении Спасителя на небо. Слова о женах-мироносицах являются заключительными в таких авторитетных источниках, как Ватиканский и Синайский кодексы. Тем не менее, существует не меньшее количество рукописей с традиционной концовкой. Ее цитировали Амвросий Медиаланский, Иоанн Златоуст и многие другие церковные авторы. Нужно подчеркнуть, о воскресении Христовом евангелист Марк упоминает в любом случае. Даже если концовка его Евангелия дописана кем-то другим, оснований говорить о фальсификации или подмене благовестия у нас нет. Хирург, основатель Отечественной школы анестезии и общества Красного Креста, который активно изучал вопросы бальзамирования и завещал мумифицировать свое тело. О жизненном пути ученого и православного христианина Николая Ивановича Пирогова и его уникальные усыпальницы в нашем следующем сюжете. В небольшом селе Вишня, а сейчас это часть Винницы, есть церковь Николая Чудотворца с удивительной усыпальницей. В ней устроен уникальный мавзолей, где находится саркофаг с телом Николая Пирогова. Русский хирург и ученый-анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии и русской школы анестезии профессор Николай Иванович Пирогов родился в селе Вишня в 1810 году. Его редкий талант к научной медицинской деятельности проявился рано. В 22 года доктор медицины. В 25 – профессор хирургии Императорского Дербского университета. А в 30 – Пирогов уже занял должность профессора хирургии и анатомии Императорской медико-хирургической академии. Он по праву считается основателем военно-полевой хирургии и Отечественной школы анестезии, а также Общества Красного Креста. Впервые применив эфирный наркоз и разработав методику стерилизации хирургических инструментов, Пирогов также лично прооперировал около 10 тысяч пациентов. Помимо научных и медицинских достижений, хирург отличался высочайшим духовно-нравственным образом жизни. Открыв для себя Евангелие в 38-летнем возрасте, он навсегда приобщился к православной вере. Врач считал, что, уклоняясь от правды Господней, люди временами впадают в звериное или даже в демоническое состояние души и разума. За свои убеждения и непреклонность ученый неоднократно подвергался нападкам современников. А в народном сознании он еще при жизни запечатлелся, как чудесный доктор, исцеляющий раненых в битвах, разрабатывающий новые методы лечения, безвозмездно врачующий людей. Николай Иванович оставил после себя не только многочисленные научные работы, но и автобиографические воспоминания. Под названием «Вопросы жизни» дневник старого врача писан исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что их, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. Этот труд и раскрывает его мировоззрение и исповедание христианской веры. Вызывает интерес и еще одна область исследования ученого. Пирогов активно занимался вопросами бальзамирования и завещал мумифицировать свое тело. Церковь благословила бальзамирование. Маленькая усыпальница поставила своеобразный мировой рекорд. Еще никому не удавалось сохранить на бальзамированное тело почти в идеальном состоянии более ста лет. Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова ведет сбор материалов для церковного прославления Николая Пирогова. В свою очередь, член Синодальной комиссии Украинской Православной Церкви по канонизации Митрополит Запорожский Мелитопольский Лука еще в 2020 году призвал тех, кто может поделиться реальным опытом восприятия чудес, совершенных по обращению к Николаю Ивановичу после его успения, поделиться этой информацией. А что интересного произошло в России и за ее пределами, мы узнаем из короткой сводки новостей. Это главные события нового дня в студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте! В Кирове прошли торжества и мероприятия, посвященные 365-летию учреждения Вятской епархии и 10-летию учреждения Вятской митрополии. Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Трифоново монастыря в день праздника возглавил митрополит Вятский и Слободский марк. В Государственной универсальной областной научной библиотеке имени Герцена в Кирове состоялась первая научно-просветительская межепархиальная конференция, посвященная годовщинам митрополий и епархии. В ходе пленарного заседания участниками были озвучены тематические доклады, посвященные как традициям православия в Вятке, так и современным делам церкви. После общего заседания работа продолжилась уже по секциям. Завершилась конференция под введением итогов и принятием резолюции. Украинские депутаты внесли на рассмотрение в Раду законопроект, в случае принятия которого практика перехода религиозной общины в другую конфессию существенно упростится. Сейчас для принятия решения о переходе требуется две трети голосов от общего количества членов действующей религиозной общины и должно подтверждаться подписями участников собрания. Депутаты предлагают ограничиться двумя третьими просто присутствующих на собрании членов общины. А упоминание о подписях из законопроекта просто исчезло. Отдельно оговаривается то, что государство признает право религиозных организаций подчиняться любым центрам за рубежом, кроме находящихся в России. Предлагается также ввести запрет на передачу государственного или коммунального имущества в бесплатное пользование или аренду религиозным организациям, которые входят в структуру или являются частью религиозной организации с центром управления в России. Таким образом, передача храмов и монастырей УПЦ в пользование неканонической церкви будет происходить в максимально упрощенном порядке. В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в русский православный храм в центре Софии и скандировали антироссийские лозунги. В заблокированном храме находились российский посол в Болгарии Леонора Митрофанова и председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. В Московском патриархате призвали не преувеличивать масштаб протеста, не драматизировать ситуацию, указали на маргинальный характер этой акции. Небольшая группа протестующих стояла на улице возле храма. Она возглавлялась известным своими русофобскими взглядами болгарским журналистом Гараном Благоевым, бывшим ведущим телепередачи «Вера и общество», закрытой за экстремистский контент по требованию Священного Синода Болгарской Православной Церкви, прокомментировал события секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протерий Игоря Якимчук. Это были главные события нового дня. До встречи. Ну а теперь давайте послушаем отрывки из первой и второй глав послания апостола Павла к Тимофею, которые прочтут для нас писатель Евгений Водолазкин и актер Вадим Андреев. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и меня и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохольствовать. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнений, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестием. Жена доучится в безмолвии со всякую покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Еву, и не Адам прелещен, но жена, прелестившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чедородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Послания апостола Тимофея называются пастырскими посланиями, потому что в них апостол Павел своему ученику и потом преемнику в этом плане передает некий опыт того, как нужно учительствовать, как нужно пастырствовать. Поэтому для нас, для священников, эти послания тоже имеют большое значение. И в том числе он говорит, я тебе даю такое завещание, ты должен воинствовать, но как добрый воин. Интересно, кстати, часто употребляется к священникам, что вы воины Христовы, вообще к христианам, но и священникам в частности. Что вот мы действительно должны воинствовать, но как добрые воины. В каком плане воинствовать? Ну, бороться с грехами, бороться с ленью, в том числе, в первую очередь. За души людей. В первую очередь с самим собой бороться. Это я сразу, чтобы, например, прийти на службу, нужно побороться со своей ленью, воздвинуть себя. Будет мама, сын, вставай, сынок, вставай. Я не хочу, вставай, на службу надо идти. Я не пойду на службу, я не хочу, я хочу спать. Вставай, ты же батюшка. Поэтому это всегда нужно помнить. И батюшке, в первую очередь, нужно бороться с самим собой. Мочка явно из опыта рассказывала. Да, и поэтому, вот он говорит, ты должен воинствовать, и в первую очередь, по своих недостаткам, и воинствовать, бороться вот с тем, что в этом плане тебе Господь доверил паству. Периодически приходится воинствовать. За каждую овцу ее, так сказать, отбивать у волков. Да, и иногда приходится быть жестким в этом плане воином, потому что ты иногда должен говорить людям нелицеприятную правду. Если ты научился говорить себе, ты можешь и другим рассказать. Но ты должен быть добрым воином. Это очень важную ремарку делает апостол Павел. Ты должен быть добрым воином. Потому что если ты будешь мечом своим махать, знаете, как батюшка там выйдет на амвон, и как начнут обличать всех. Вот, прихожане такие-сякие, вот в это все. Ну, от такого хочется бежать. В следующий раз все меньше и меньше. Конечно, просто бежать от такого хочется. Поэтому священник, безусловно, вот самый большой запрос от людей, чтобы у него была доброта. И она на это смотрит, кстати, в первую очередь. Но священник не должен быть показан добрым. Такой, здравствуйте, все. Это сразу видно. То есть нелицемерно, искренне учиться от Бога, просить у Бога этой доброты. Потому что просто так ее ниоткуда не возьмешь, в магазине не купишь. Нужно учиться. И постепенно, вот именно с таким добрым, воинственно, воином, но добрым быть. И тогда получится все, что не нужно отсечь, а что не нужно, наоборот, оттенять. У нас, хотелось сказать, что у нас на телеканале «Спас», как раз как будто по этим посланиям апостола Павла происходит кастинг батюшек. И у нас как раз таки... Ну, отец Василий, но очень добрый. Да, ну да. Отец Николай тоже. У нас очень вот нам повезло с тем, чтобы видеть на «Спасе» именно вот такой правильный образ, вот каким должен быть батюшка. И добрым, и воинствующим, и обличающим, где надо, и нелицемерным. Особенно Катю мы периодически обличаем. Это да. Но ничего. Вот я смиряюсь и очень благодарю за этот пример. Это действительно очень важно. Спасибо большое, отец Николай. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Дорогие наши телезрители, самое драгоценное, что может быть в жизни человека, это личное общение. И так приятно, что у нас есть рубрика «Утренняя почта», в которой мы можем с вами лично пообщаться, с каждым из вас, кто прислал вопросы. Вопросов сегодня много, и даже есть стихотворение. Я напоминаю нашим дорогим телезрителям, как можно присылать следующие письма. Например, на нашу почту утрособакаспаств.ру, на WhatsApp 8495-626-8989, в Телеграмм «Утренняя почта» на «Спасе». Здравствуйте, дорогие батюшки, прекрасные ведущие. Хочу задать вопрос. Прочитала на одном церковном сайте, что нельзя во время службы читать книгу «Литургия», потому что апостол Павел осуждает таких людей и говорит, что они удаляющиеся от церковного собрания. А как мне научиться понимать службу, если порой даже слов не разобрать ни у хора, ни у алтарника? Расскажите, пожалуйста. Алена, апостол Павел вряд ли писал о том, что не надо читать книжки «Литургии», потому что тогда таких книжек не было. Это сейчас специально в помощь прихожанам издаются книги с последованием «Литургии», в том числе и с переводом на русский язык. И это не просто допустимая вещь, это полезная вещь. Если вы действительно хотите осознанно участвовать в богослужении, я очень многим людям советую, особенно молодым, интересующимся богослужением, кто не так привык к богослуженным текстам, как те люди, которые много... С детства, да. ...достаточно давно ходят в храм, и с детства привыкли к этим молитвам, и уже воспринимают их достаточно легко на слух, даже если немножко невнятно прочел чтец, или слишком помпезно спел хор, они все равно знают этот текст. А новоначальном я бы очень рекомендовал брать книгу, но только единственное, что все-таки это общая молитва. Нельзя читать, например, «Правила к причащению» или «Акафист» какой-то во время литургии. Вот это было бы совсем недопустимо, потому что это наше... И последования, да, часто читают, дочитывают на литургии, если не успели дома. Да, уж лучше вообще не дочитывать, пускай, если, честно, батюшки не успели дочитать, он вам благословит причаститься, но хотя бы на литургии вы будете стоять вместе со всеми, молиться, потому что вы самостоятельно можете помолиться и дома, в келье. А тут мы пришли для общей молитвы, это наше общее богослужение, наша жертва хвалы Бога, восхваления нашего Господа Бога и принятия Его великой жертвы, да, принятия тела и крови Христа. Поэтому давайте на литургии все-таки объединяться, а не разъединяться. И если мы будем что-то параллельно читать, какое-то другое последование, да, то это будет как раз отделение, это нехорошо. Но если вы будете брать последнюю литургии просто для того, чтобы понимать и более участвовать в богослужении, то, наоборот, это будет замечательно. Тем более, это 3-5 раз, а дальше уже выучится этот текст, и все станет понятно. Да, но литургии в основном неизменяемые части, то есть одни и те же молитвословия от раза к разу на протяжении почти всего года иногда только меняются отдельные изменяемые фрагменты. Вопрос от Сергея. Расскажите, пожалуйста, о смертных грехах. Это знаменитая система, она часто упоминается в православной аскетике. Это, в первую очередь, гордыня, тщеславие, зависть, это чревоугодие, алчность, то есть корысть к стяжанию, это зависть, это блуд, и это печаль, или по-другому уныние иногда упоминается так. И любой вообще другой грех, он обычно имеет родоначальником как раз один из смертных грехов. Но самое страшное другое, то что, в принципе, некоторые люди думают, ну вот у меня нету тяжелого какого-нибудь греха, допустим, убийства или блуда, я вот сейчас не совершаю, в браке состою, да, думает так человек, но совершает другой грех, например, гордыня, он почти есть у нас у всех. И тут очень важно проводить профилактические действия и не дать ему развиться, не дать ему захватить нашу душу. Поверьте мне, если мы будем невнимательно относиться к своей духовной жизни, любой запущенный грех может превратиться в смертельный. Спасибо большое, батюшка. И у нас следующий вопрос, не вопрос, а письмо от Нины. Она прислала свое, видимо, стихотворение, которое мы сейчас и прочтем. Как тяжело любить чужие недостатки, в разладе жить с собой, играть с собой в прятки, во всем всех обвинять и свет весь ненавидеть, чем в душу заглянуть и правду там увидеть. На свете много правд, а истина одна. Любить, всегда любить, до капельки, до дна, коль хочешь ты любви, сначала сам люби. Будь мудрым и себя сначала осуди. Других не осуждай, старайся всех понять, не дрогнув, подавай, и дар умей принять. Обиды не копи, а не ступеньки в ад, и в сердце расцветет тот самый райский сад. Хорошее стихотворение. Спасибо большое. Пишите нам еще. Вопрос от Елены. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, как крестницу привезти в церковь, если ее родители не воцерковленные? Действительно. Это проблема, и когда вас приглашают в крестные родители, лучше всего, конечно, узнать у родителей, а собираются ли они что-нибудь вообще делать в эту сторону? Собираются ли они маленького ребеночка водить в храм? Сами ли они входят в храм? Является ли для них причастие жизнь необходимым, как и должно быть для православного христианина? И это лучше выяснить, стоя на берегу. Если так случилось, что вы как-то, ну, может быть, не совсем внимательно к этому отнеслись и согласились по доброте душевной, а потом оказалось, что родители вообще не собираются ничего делать, тут, с одной стороны, у вас есть обязанность молиться за ребенка, это вы можете делать и без участия родителей, а по поводу того, чтобы сводить ребенка, причастить, ну, можете позвонить родителям, надавить им на совесть, сказать, что, ну, я обещала Богу, что я помогу вот этой маленькой девочке или мальчику стать христианином. Поэтому, пожалуйста, предоставьте хотя бы мне эту возможность. Если вы сами не хотите этим заниматься, дайте хотя бы я попробую помочь ребенку. Спасибо большое, отец Николай. Ну что ж, наша рубрика «Утренняя почта» на сегодня подошла к концу. Присылайте ваши вопросы еще, и уже в следующей программе мы на них ответим. Где покоятся мощи святителя Митрофана Воронежского? Об истории Благовещенского кафедрального собора Воронежа расскажет ведущая проекта «Дорога» отец и сын Огурцовы. И ты, посмотри, какая сила и мощь, красота этого собора. Ведь в этом соборе был захоронен святой Митрофан. Нет, папа, история немного другая. Собор находился в другом месте. И в период Великой Отечественной войны собор был снесен. Ну, как и 90% города. Но в 50-х годах храм вообще снесли с земли. И на месте его... Заложили в университет. Да, да, да. И строительство этого храма началось в 98-м году, где сейчас находятся мощи фитер Митрофана. Ну, пойдем в собор. Отец Сергий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая сила и мощь этого собора. Хотел вас спросить историческую справку, как на этом месте собор появился. Это божьим промыслом получилось, потому что история самого собора, она более 400 лет. Он был ровесником Воронежской крепости. И в годы лихолетия и войны собор был полностью превращен в руины. Дед Сергий, а мы можем пройти в собор? Конечно, милости просим. Спасибо. Мы зашли в собор, и у нас захватило дух от красоты и величия, которые открывались перед нами. В 1998 году святейший патриарх Московской Всеруси Алексей заложил камень на основании этого величественного собора. И в 2011 году его святейшество, святейший патриарх Московской Всеруси Кирилл, осветил уже построенный полностью завершенный собор. Единственное было незавершенным этапом это роспись собора. Она закончилась в прошлом году. И вот сейчас мы пристали видим примеры замечательной иконописи Руси, которые делали мастера из Палиха. С раннего утра прихожане и паломники спешат к святыням Воронежской земли. Их здесь достаточно много. А где же главная находится святыня Воронежа? Главная святыня Воронежа находится у нас в соборе. Это мощь ее первого святителя Митрофана, которому я предлагаю вам предложиться. Можно? Святитель Митрофан родился в 1623 году на Владимирской земле у благочестивых родителей. Служил в сельском приходе, был женат. Когда овдовел стал монахом, а затем и игуменом недалеко от родных мест. Узнав о его строгой подвижнической жизни, патриарх Иоаким поставил его во главе нескольких монастырей, а затем рукоположил в епископа новой Воронежской епархии. Митрофан был строгим, но справедливым и заботливым пастырем. Особые отношения сложились у святителя с молодым царем Петром I. Об этом нам очень интересно рассказал митрополит Сергий, на встречу с которым мы поспешили из кафедрального собора. Монастырь, который находится в скале на высоте 900 метров над уровнем моря. Это одна из самых почитаемых святынь Черногории. Почему? Давайте посмотрим сюжет и все узнаем. Острожский монастырь – одно из самых удивительных и почитаемых мест Черногории. Острог представляет собой комплекс из двух монастырей – верхнего и нижнего, разделенных отвесной тропой. Отличается монастырь и своим видом, ведь он располагается в скале на высоте около 900 метров над уровнем моря. Изначально на том месте находилась скрытая от посторонних глаз пещера, в которой подвязались отшельники. Там они пребывали в постоянных молитвах и аскетических подвигах. В середине 17 века сюда пришел святой Василий Острожский, один из самых почитаемых святых сербской православной церкви. Он происходил из благочестивой христианской семьи и своей праведной жизнью заслужил благодарность и почитание людей. Его трудами Острожская пещера для одиноких подвижников преобразовалась в большую обитель. Святой Василий умер в 1671 году в своей келье, а из скалы, у которой он жил, выросла виноградная лоза, которая приносит свои плоды и по сей день. В нижний монастырь входят кельи и церковь Святой Троицы. В ней хранятся мощи мученика Станка, 12-летнего мальчика, которому турки отсекли руки, в которых он держал святой крест. На призывы мусульман отречься от Христа, Станка не выпустил святыню и храбро исповедовал себя христианином. Верхний монастырь отделен от нижнего дорогой длиной около 5 километров, которая проходит через лес. Но большинство паломников обычно пользуются более короткой дорогой. Ее можно преодолеть примерно за 20-25 минут. Верхняя часть встроена в скальную нишу на высоте 900 метров над уровнем моря. Там находятся самые важные достопримечательности монастыря. Эта часть комплекса состоит из двух небольших церквей Крестовоздвиженской и Веденской. Именно в храме в честь введения Божьей Матери во храм святитель Василий провел 15 лет в непрестанных молитвах. Там и находится ковчег с честными мощами святого. В настоящее время острог является действующим мужским монастырем. Дорогие друзья, давайте вместе узнаем о самых главных событиях нового дня из короткой сфотки новостей. Это главные события нового дня в студии Вероника Ивашенко. Здравствуйте. В Кирове прошли торжества и мероприятия, посвященные 365-летию учреждения Вятской епархии и 10-летию учреждения Вятской метрополии. Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Трифоново монастыря в день праздника возглавил митрополит Вятский и Слободский Марк. В Государственной универсальной областной научной библиотеке имени Герцена в Кирове состоялась первая научно-просветительская межепархиальная конференция, посвященная годовщинам митрополий и епархий. В ходе пленарного заседания участниками были озвучены тематические доклады, посвященные как традициям православия в Вятке, так и современным делам церкви. После общего заседания работа продолжилась уже по секциям. Завершилась конференция под введением итогов и принятием резолюции. Украинские депутаты внесли на рассмотрение в Раду законопроект, в случае принятия которого практика перехода религиозной общины в другую конфессию существенно упростится. Сейчас для принятия решения о переходе требуется две трети голосов от общего количества членов действующей религиозной общины и должно подтверждаться подписями участников собрания. Депутаты предлагают ограничиться двумя третьими просто присутствующих на собрании членов общины, а упоминание о подписях из законопроекта просто исчезло. Отдельно оговаривается то, что государство признает право религиозных организаций подчиняться любым центрам за рубежом, кроме находящихся в России. Предлагается также ввести запрет на передачу государственного или коммунального имущества в бесплатное пользование или аренду религиозным организациям, которые входят в структуру или являются частью религиозной организации с центром управления в России. Таким образом, передача храмов и монастырей УПЦ в пользование неканонической церкви будет происходить в максимально упрощенном порядке. В Болгарии протестующие перекрыли дорогу в русский православный храм в центре Софии и скандировали антироссийские лозунги. В заблокированном храме находились российский посол в Болгарии Леонора Митрофанова и председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний. В московском патриархате призвали не преувеличивать масштаб протеста, не драматизировать ситуацию, указали на маргинальный характер этой акции. Небольшая группа протестующих стояла на улице возле храма. Она возглавлялась известным своими русофобскими взглядами болгарским журналистом Гараном Благоевым, бывшим ведущим телепередачи «Вера и общество», закрытый за экстремистский контент по требованию Священного Синода Болгарской Православной Церкви, прокомментировал события секретарь ОВЦС по межправославным отношениям протерий Игорь Якимчук. Это были главные события нового дня. До встречи. Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память великомученицы Екатерины. О ее жизненном подвиге мы поговорим прямо сейчас. Синайские горы. Так называется горный хребет на юге Синая. Место священное. Здесь Моисей получил 10 заповедей. Самая высокая их вершина гора Святой Екатерины. Именно сюда по преданию ангелы перенесли тело великомученицы после казни. Тут три века спустя и обнаружили монахи ее нетленные мощи по кольцу подарку спасителя. Святая Екатерина родилась в Александрии в третьем веке. Она была красива, образована и очень богата. Многие добивались ее руки, но она искала того, кто бы превосходил ее по красоте и учености. О том, что такой жених существует, ей рассказал старец-пустынник. Он объяснил ей истинную веру. Мудрая Дева поверила в Иисуса Христа и приняла святое крещение. В чудесном сне Екатерине явилась Богородица с младенцем. Пресвятая взяла ее за руку, а отрок надел перстень. Проснувшись, Екатерина увидела на руке то самое кольцо и поняла, с этого момента она обручена Господу. Вскоре в Александрии устроили языческий праздник. На него прибыл сам император Максимилиан. На торжестве святая попыталась образумить правителя, дать ему возможность покаяться. Максимилиан разгневался и велел арестовать ее. В темницу к Екатерине он отправил 50 ученых мужей, дабы убедить ее в истинности язычества. Всего лишь два дня потребовалось мудрой Деве не только доказать им обратное, но и обратить ко Христу. Обещания богатства и славы не остановили Екатерину. Многих людей она привела к вере. Тогда Максимилиан приказал мучить Деву. Воины принесли колеса с острыми зубцами раздробить ее тело. Но едва только начались мучения, как невидимая сила сокрушила орудие пытки. Царь понял бесполезность своих усилий и приказал отсечь святой голову. Память святой великомученицы честуется во всем христианском мире. Многие женщины носят это прославленное через святую Екатерину имя, которое переводится как всегда чистое. Батюшка, хотела у вас спросить, знаете, насколько святые влияют на характер и жизнь тех людей, в честь кого их называют. Вот вольно или невольно, даже если человек не знает жития, могут ли влиять как-то быть похожи черты, там, судьбы какие-то, перипетии? Понятно, почему Катя спрашивает такие вопросы, потому что великомученица Екатерина была очень красивой, очень мудрой и очень такой верующей девушкой. а можно я объясню просто правда, я прочитала житие великомученицы Екатерины лет в 28, когда мне было, и я поняла, почему я так люблю спорить и умничать, понимаете, потому что ну просто там все житие про то, сколько там старцев она на лопатке уложила своим философствованием, вот, и я подумала, что может быть есть правда эта связь? Ну эту связь отметили очень давно, еще в древние времена, даже еще в Ветхом Завете имена давали, они, кстати, обычно переводились как-то и были характерными. Ну как ты по младенцу можешь понять характерность? Очень сильно развел эту теорию отец Павел Флоренский, который говорил о том, что вот имя влияет, там даже он составлял, есть вот многие имена, они как-то переводятся, некоторые из этого делают предположение, например, Николай переводится повелевающими народами, а у меня есть действительно такая черта, что я там команду периодически всеми, вот, и тут нужно пройти между двух огней, с одной стороны, очень важно сказать, что нет предопределения, и что вот исходить из этого, что если вот родился ребенок, и у него именно такое имя, он обязательно должен там повторить судьбу, или такой характер у него должен быть, у меня бывают какие-то глупые случаи, когда люди говорят, я не буду в честь мученика называть своего мальчика, потому что его ждет участь мученика, вот вообще для христианина это страшная вообще сама фраза, то есть как-то так, ну для христианина, во-первых, там претерпеть мучение за Христа, это слава величайшая, с одной стороны, с другой стороны, это совершенно не связанные вещи, это уже суеверие, это суеверие, поэтому, то есть с одной стороны, нельзя вот впадать вот в это предопределение стопроцентное и как-то подгонять человека под его имя, а с другой стороны, нельзя не заметить влияние, которое периодически оказывает имена, и это прямо заметно, вот Екатерина действительно отличается упрямым характером, и у меня, Катя красиво-то все сказала, что она там спорила с этим, с философами, и побеждала их, но это вот связано вообще с цельностью упрямства, но это не всегда плохое качество, нас обычно вот так любят заклеймить, вот прямо характер, в некотором плане это даже хорошо, потому что человек может отстаивать свои убеждения, да Екатерина отстаивала свои убеждения перед лицом очень много взрослых мудрых дядечек, которые этому убеждали в другом, и вот у меня дочка, она тоже Екатерина, и она меня прямо иногда поражает, как она умеет говорить то, что ей хочется, что ей не хочется, потому что дети, они такие адаптивные периодически, пытаются подстроиться под взрослым и делают себе плохо, больно, потому что они могут смело заявить о своих чувствах, вот Екатерина может смело заявить о своих чувствах, вот Катя, наверняка своему мужу переделит и говорит, знаешь, мне вот не так хочется, мне не нравится, вот розы, мне нравятся там, я не знаю, лилии, ну они дороже, конечно, но мне вот просто вообще нравится, или мне не хочется сейчас, вот Тирамису, мне хочется там, Наполеон, то есть умение сказать, что мне хочется, что мне не хочется, это важная история, вот, единственное, чтобы не упрямничать в плохом, Это тогда будет приводить, наоборот, к столкновениям и ссорам. Поэтому, конечно, великомученице Екатерине нужно не только просить, чтобы у нас был тоже такой цельный и твёрдый характер, но чтобы ещё он в какую-то хорошую сторону, как у неё, вот она защищала свою веру, так и мы, чтобы с такой же настойчивостью оставили свою веру. Спасибо большое, батюшка. А всех, кто назван в честь великомученицы Екатерины, великомученика Меркурия, мученика Меркурия Смоленского, который сегодня празднуется, сердечно поздравляем с именинами. Ну, а я пользуюсь случаем, не могу при такой красивой, как с нашей соведущей. Екатерине, не поздравить её с днём, её небесная покровительница. Она во всём схожа, значит, осталась только Екатерине. Ну, всё-таки она, во-первых, вышла замуж, в отличие от великомученицы. Святая Екатерина, пошли мне дворянины, да? Была такая поговорка. И вот нужно молиться вашей небесной покровительнице, чтобы, да, действительно, у вас брак был замечательный, чтобы воспитали такую же мудрую дочку ещё, желательно. И я хотел бы поздравить ещё, пользуясь случаем, свою замечательную доченьку Катеньку. Катенька, с Днём Ангела тебя и всех, Екатерин, всех наших дорогих зрителей. Их, слава Богу, очень много в нашей стране. Всех поздравляем от всего сердца и желаем мудрости, Божьего покрова и благодати. Многое благое лето. А вот что произошло в этот день в истории церкви «Россия и мира». В 1764 году был основан один из самых крупных государственных музеев в мире – Эрмитаж. Свою историю он начинал с коллекции произведений искусства, приобретённых в частном порядке российской императрицей Екатериной Второй. Первоначально это собрание размещалось в специальном дворцовом флигеле – Эрмитаже, откуда и скрепилось общее название будущего музея. В 1769 году Екатерина Вторая учредила военный орден святого великомученика-поведоносца Георгия. Впервые в России орден был разделён на четыре степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. Офицеры не награждались орденом, но могли носить этот знак, если получили его до производства в офицерский чин. В 1917 году вместе с остальными признаками царской России орден святого Георгия был упразнён советской властью. В 1987 году произошло катастрофическое землетрясение в северных районах Армении. Святейший Патриарх и Священный Синод от имени Русской Православной Церкви передали пострадавшим от стихийного бедства материальную помощь. В сторонении остались епархии и приходы Русской Православной Церкви, а также иерархии, священнослужители и простые миряне. В храмах возносились горячие молитвы о погибших и пострадавших от землетрясения. Мне кажется, вот это правильная реакция церкви на вот такие события, которые происходят, трагические события в мире. Потому что часто стихийные бедствия происходят в разных странах. Причём не обязательно. Вот Армения – это христианская страна с глубокой христианской историей. А бывает вот там в Японии, помните, было наводнение. И кто-то там умудрялся даже говорить, что вот это там наказание за какие-то грехи, ещё что-то. Вот это злорадство – это просто катастрофа. Особенно для христианина это как-то выглядит совсем неправильно. Потому что в любой стране мира может произойти какое-то такое стихийное бедствие. И самое главное, что жертвами этого стихийного бедствия могут стать абсолютно ни в чём не повинные люди, дети, которые сидели там, жили в своём доме, вдруг этот дом унесла волна и так далее. И какая правильная реакция? Вот, как мы видим на землетрясении в Армении. Слова сочувствия, соболезния, поддержки. И, безусловно, не только слова, потому что вера без дел мертва, по слову Пусла Якова, нужно ещё что-то сделать. Всегда есть возможность там какой-то фонд сразу в помощи людям, пострадавшим от какой-то катастрофы. Кстати, очень часто действует так знакомство, что ты там знаешь людей, которые там ездят, какое-то посольство организовывает помощь, ещё что-то. И всегда есть возможность и словом, и делом, и для нас, христиан, и молитвы поддержать. Я помню, одна певица после вот этого трагического события в Японии, я имею в виду, когда было страшное наводнение, она вот даже песню сказала, что вот помолимся за Японию, всем миром, всем народом. Меня так это поразило, что действительно не думать, вот их там, за что Бог наказал, а просто помолиться за этих людей, чтобы Господь их, наоборот, утешил, укрепил. А тех, кто погиб, кто упокоил в Царстве Небесном. Спасибо большое, отец Николай, за это важное напоминание нам, всем христианам. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Тёплые осенние деньки давно позади, и на смену пришла пасмурная холодная погода. Некоторые уже успели простудиться. Насморк, боль в горле, слабость. Можно ли этого избежать? И как сформировать иммунитет, который поможет нам оставаться здоровыми во время холодов? Поговорим об этом с нашим дорогим гостем. У нас в студии сегодня терапевт, врач высшей категории Татьяна Романенко. Здравствуйте, Татьяна. Доброе утро. Татьяна Юрьевна, хотели спросить у вас, вообще, что такое иммунитет? Вот, для дорогих телезрителей, объясните. И вообще, можно ли ему помочь? Ну, можно сказать, образно, что иммунитет – это наш щит, который призван защитить наш организм от всего генетически чужеродного. Будь это инфекционные агенты или какие-то продукты химического происхождения. Вот от всего защищает наш иммунитет. Бедолага. И нужно сказать, да, то есть это суперсовершенная система. И главное этой системе не мешать. И, кстати, нельзя говорить, что да, как мы можем помочь иммунитету, там, зимой, весной или осенью. То есть летом иммунитет лучше, осенью он хуже. Ничего подобного. Иначе бы мы летом болели одними болезнями, зимой бы болели другими болезнями. А мы, в принципе, болеем одной болезнью сейчас. Поэтому иммунитет, он круглогодично одинаковый. И главное ему не мешать. Помогать мы можем, да, то есть. Но не вредя ему. А как же кушать фрукты на солнце быть, чтобы иммунитет укрепился? Это хороший вопрос. Вот мы и говорим о том, как мы можем ему не мешать. Правильно питаться. Соответственно, да, то есть если уж про фрукты мы говорим, то правильно питаться. Потому что много фруктов это тоже не есть хорошо. Да, во фруктах есть витамины, микроэлементы, пищевые волокна. Но во фруктах много сахара. И зачастую некоторые люди вредят своей иммунной системе и вредят микробиоте, да, кишечника. То же самое мы говорим и про солнце. Да, солнце замечательно. Мы загораем, повышаем свои защитные силы. Но мы помним о том, что чрезмерное пребывание на солнце будет угнетать нашу иммунную систему. Кому не знакома простуда на губах. Вроде бы приехали на юг погреться, а тут у нас раз герпес на губе или ангина. С чем это связано? Да потому что мы сразу накинулись на то, что нам дает природа. Узагорались, обгорели, и наша иммунная система ушла в оборону. А все-таки хочется дать нашим зрителям какие-то рекомендации, простые, действенные. Как же уберечь себя от заболевания? Что делать? Нет, ну главное не мерзнуть. Почему? То есть вот осенью, казалось бы, вот эти все инфекции, респираторные или простудные заболевания, ну, начинают нас атаковать. Ну, потому что становится холодно. Мы не всегда одеваемся по погоде. В шортах ходят еще до сих пор. Совершенно верно. Мы приходим в шортах по погоде. Дома мы тоже не одеваемся, соответственно, на погоде. В офисе мы мерзнем, в школе мы мерзнем. Конечно, все это превращает наш организм, ну, в такую узвимую добычу для вирусов и бактерий. С чем это связано? Во-первых, то есть холодная погода, это сухость слизистой. Мы же все равно пытаемся как-то обогреться. Включаем обогреватели воздуха и сушиваем слизистую. А что такое слизистая? Это первый, можно сказать, щит слизистых оболочек при встрече с любыми инфекционными агентами. Более того, сухая слизистая, она лишена вот этой защитного фактора, да, в котором должны просто погрязнуть и утонуть бактерии и вирусы. То есть нету щита, естественно, то есть наша слизистая беззащитна. Потом осенью мы же собираемся все вместе, мы часто друг к другу входим в гости, дети пошли в школу, то есть мы много находимся в помещении. Все это ослабляет наши защитные силы. Теперь как укреплять? Ну вот исходя из этого, одеваемся правильно, гуляем, больше находимся на свежем воздухе. То, что нам дало лето, мы активно начинаем использовать, да, насыщаем свой организм витаминами и микроэлементами, потому что помимо того, что фрукты – это источник глюкозы, и иногда они могут нам сослужить не ту службу, на которую мы рассчитываем, но мы помним о том, что вот эти пищевые волокна, которые содержатся во фруктах и овощах, это благоприятная среда для размножения наших бактерий, которых много-много миллиардов в нашем кишечнике. Это мощный такой иммунный щит нашего организма. И вот питание играет очень важную роль в формировании нашей иммунной системы. То есть не полагаемся на какие-то чудодейственные бады, добавки, да, то, что нам предлагает реклама. То есть правильно питаемся, двигаемся. Почему? Потому что когда мы двигаемся, когда мы занимаемся физкультурой, мы улучшаем кровоснабжение. Закаляемся, гуляем в любую погоду. И еще один такой, ну можно сказать, уникальный совет. Стараемся не нервничать. Почему? Потому что считается, что положительные эмоции активизируют наши защитные силы. Еще Иван Петрович Павлов говорил, что когда мы радуемся, то есть наше все человеческое существо начинает как бы работать с повышенной энергией. Это замечательно. Вопрос такой, как радоваться, когда все, началось учебный год, дети пошли в школу, появились, дали домашние задания, сопи льются, работа началась, нужно ходить, значит, все мокро, уныло. А что вы не спрашиваете за все, слава богу? Конечно. Радуемся, что есть возможность ходить в школу, что у вас есть работа. У природы нет плохой погоды. Да, у природы нет погоды. Радость эта имеет колоссальное значение. То есть это такое, как бы, ну, можно сказать, чудодейственное средство. Может быть, есть еще какие-то действенные способы поддержания иммунитета? Высыпаться. Почему? Потому что... Высыпаться. Конечно. Как я люблю это слово? Достаточный сон, достаточный сон обеспечивает адекватную работу лимфатической системы. Если мы не досыпаем, вот эти умные Т-лимфоциты очень плохо делятся. А кушать меньше сладкого? Ох, отлично. Кушать меньше сладкого, конечно, это тоже очень важно. Потому что мы знаем, что те люди, которые страдают избыточной массой тела, то есть они больше подвержены простудным заболеваниям, у них хуже настроение, они меньше двигаются, и у них риск развития сахарного диабета возрастает в разы. А сахарный диабет – это та подоплека, можно сказать, та почва, с которой не дружит здоровая иммунная система. Дорогие зрители, вы слышали, нужно высыпаться, нужно питаться правильно, поменьше сладкого. И радоваться. И, конечно же, радоваться. Вот удивительно, что в этом деле совпадают и ученые, и богословы, да? И святые отцы, которые говорят, радуйтесь, радуйтесь. Пожелаем всем нашим телезрителям не болеть в межсезонье. И вообще. Будьте здоровы. Будьте здоровы, да. Слава Богу. Дорогие друзья, с нами была терапевт, врач высшей категории Татьяна Романенко. Можно ли полюбить мужчину и понять, что это тот человек, с которым хочется пройти по жизни рука об руку, не имея возможности его увидеть? Об этом расскажет певица Диана Гурцкая. Про Диану говорят, что мир вокруг нее становится другим, очень добрым, таким, каким его делает она. Да. Певица покорила публику не только голосом, но и своим человеческим талантом. Ее благотворительный фонд поддерживает незрячих и слабовидящих детей. Ее пример вдохновляет. Но самое большое счастье Дианы – ее семья. В 2005 году она вышла замуж за юриста Петра Кучеренко, а через два года в семье родился сын. Как познакомились эти люди? Почему из всех поклонников Диана выбрала именно Петра? И что представляет собой их жизнь сегодня? Да, Диана – человек волевой, Диана – человек сильный. Когда я с Дианой познакомился, я считал, что вот этот весь ее образ, сценический вот такой, хрустально-романтический, что это достаточно такой, ну, образ именно. Вот, и я за годы нашей совместной жизни, не в обиду никому будет сказано, убеждался, что очень много образов на эстраде, да, в театре – это же все лицедеи, это лицедейство, и внутренне совершенно люди относятся по-другому. И для меня, например, было вообще откровением вот отношение Дианы к жизни, отношение Дианы к окружающим, отношение Дианы, ну, ко всему, что вообще происходит. У Дианы такой образ человеколюбящий. Это действительно так, вот. Это правда. То есть это не то, что образ, это она такая. То есть образ, который соответствует содержанию. Это абсолютная правда. Я поняла, что Петр – это тот человек, который думает обо мне. Не я бегу навстречу, а он создает каждый мой день праздничный. Он делает так, чтобы я рядом с ним была счастлива. Даже тогда, ну, не столь как-то мы знали друг друга, но он понимал, да, как со мной общаться, как, в общем-то, меня убедить. Для меня в том числе. Если я вижу вот эту порядочность, и причем вот я что еще мне по нему, как бы я… Это бесценно. Отношение к родителям, к маме, отношение ко мне, отношение к ребенку, что очень важно для меня. Я очень рада, что у моего сына такой прекрасный папа. Потому что он любящий отец. Дорогие друзья, давайте вместе прочтем молитву перед иконой Божьей Матери Владимирская. О всемилостивой госпоже Богородице, небесная царице, всемощная заступница, непостыдное наше упование! Благодарим Тя о всех благодеяниях российским людям от Тебе бывших, от древле и доднесь от чудотворной иконы Твоей явленных. И ныне, приблагая владычице, призрена ны, грешные и недостойные рабы Твоя, яви нам милость Твою и молись Сына Твоего Христа Бога нашего, а ежи избавитесь нам от всякого зла и сохранитесь всякому граду и весе, и всей стране нашей от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенник и междоусобные брани. И спроси всем, иже во власти суть, благоденственное и мирное житие, здравие, долгоденствие, во всем благое поспешение и спасение. Сохрани и умудри пастырей церкви, ежедостойно пасти стада Христова и право править все слова истины. Укрепись, христолюбивое всероссийское воинство, подожди дух совета и разума военачальникам и градоначальникам. Не спасли святое Твое благословение и всем православным христианам, поклоняющим Ти и молящимся предцельбоносную Твою иконою. Буде нам заступница и ходатайца пред престолом Всевышнего и держи предстоиши. Кому уба прибегнем, ащи не к Тебе, владычице? Кому принесем слезы и воздыхание, ащи не Тебе, пресвятая Богородице? Не имам бы иные помощи, не имам и иные надежды, разве Тебе, небесная Царица? Под Твой кровь притекаем, молитвами Твоими не спасли нам мир, здравие, земли плодоносия, воздуха благорстворения, избави нас от всяких бед и скорбей, от всяких недугов и болезней, от внезапной смерти и от всех озлоблений врагов, видимых и невидимых. В разуме и научи, Нево всемилостивая заступница, как обезгрешно прийти путь земного сего жития. Ты, веси немощи наши, веси и согрешения наши, но и веру веси и упования видишь. Тем же даруй нам исправление греховной жизни и умягчи злые сердца наши. Укрепи в нас правую веру, вложи в сердца наши дух страха Божия, дух благочестия, дух смирения, терпения и любви. В добрых делях, приспияния, избави нас от искушений, от пагубных душевредных учений, от неверия, развращения и погибели вечные. Тебе оба просим, Пресвятая Владычица, и припадучи предсвятою твою икону, молимся, умилосердься на ны и помилуй ны, страшный же день суда, ходатайством и заступлением твоим, сподоби ны, статя одесную сына твоего, Христа Бога нашего. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначенным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Диносущным Его Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 7 декабря. Среда. Церковь молитвенно чтит память великомученицы Екатерины. Христиане – соль земли, потому вступающие в общение с ними обновляются духом в нетлении, говорил святитель Василий Великий. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, что наполнит этот день смыслом. С Богом! В Новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова